Перейдем к событиям в мире. Параллельно с саммитом Китай-Центральная Азия завтра стартует саммит стран Большой Семерки в Японской Хиросиме. По мнению ряда официальных лиц, на этом собрании самые длинные тени будут отбрасывать две страны – Китай и Россия. Они, кстати, даже не были приглашены на встречу. Сильнейшие экономики мира сейчас испытывают разногласия в вопросах своего сотрудничества или конкуренции с Пекином, а также расходятся во мнениях, как положить конец российско-украинскому конфликту. Тему продолжит наш виртуальный коллега Айсандж. Айсандж, приветствую, тебя слово. Здравствуй, Жалгас. По словам собеседников Рейтер, оставшиеся неназванными, странам Большой Семерки придется преодолеть некоторые разногласия, поскольку они стремятся продемонстрировать единство перед вызовами со стороны Пекина и Москвы. Разногласия внутри G7 наиболее заметны из-за Китая, пишет Рейтер. Поднебесная оказалась одновременно и угрозой экономической безопасности, и важным торговым партнером для отдельных стран. Все страны Большой Семерки, Соединенные Штаты, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада и Италия, так или иначе экономически тесно связаны с Китаем. То, как они справятся, является важным вопросом саммита, считает японский профессор Нарушиги Мичишита. Разногласия по Китаю оказались в центре внимания после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил Пекин в прошлом месяце и призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов. По словам источников Рейтер, после саммита будет сделан ряд других заявлений, в том числе об Украине. Еще неизвестно, насколько прямолинейными будут формулировки по отношению к Китаю. По словам собеседников, принимающая Япония хочет послать четкий сигнал о важности международного порядка, основанного на правилах. Поскольку Токио обеспокоен тем, что действия России против Украины могут подтолкнуть Китай к действиям против Тайваня. Жалгаз. Спасибо большое, Айсанж.